Петр Герминович Кузнецов – доцент кафедры общей физики СРФТИ, декан факультета довузовской подготовки, кандидат технических наук. Еще со школы Петру Герминовичу легко давалось изучение физики и математики. С этими предметами он в дальнейшем и хотел связать свою жизнь. После армии он поступил в педагогический вуз. Можно сказать, профессия учителя Петру Герминовичу была уже предрешена. Я не единственный учитель в семье. Еще в школе преподавала математику у нас моя двоюродная сестра. Моя родная сестра также закончила педагогический институт и работала учителем биологии и химии в школе. У меня жена также является учителем иностранного языка. В институт поступают студенты с разным уровнем подготовки по физике. И на первых порах не всем легко дается изучение предмета. Поэтому Петр Кузнецов старается сделать так, чтобы ребятам было интересно постигать законы физики. Преподаватель проводит много демонстрационных опытов. Главный принцип в деятельности Петра Герминовича – научить учиться. Мои ученики уже становились неоднократно победителями, призерами заключительного финала Всероссийской Олимпиады школьники. Один ученик уже сам является кандидатом математических наук. Также я вижу результаты среди студентов. Мои студенты, может так сказать, неоднократно становились призерами Всероссийской студентской Олимпиады. Становились победителями призерами одного из самых престижных конкурсов. Это я профессионал. А Елена Клюева занимается воспитанием еще только подрастающего поколения. В студенческие годы она работала вожатым и воспитателем в лагере. Проходила практику как педагог-психолог. Поэтому найти общий язык с детьми Елене не составляет труда. Она работает педагогом-организатором в зоне свободного посещения при клубе по месту жительства. А также выступает координатором Центра патриотического воспитания и движения «Волонтеры Победы». В рамках движения «Волонтеры Победы» мы принимаем участие, сопровождаем ветеранов на параде 9 мая. Мы участвуем в акциях «Георгийская ленточка» наша любимая. Это блокадный хлеб, это митинги. Это вот сейчас у нас проходит такая благотворительная акция, как «Красная гвоздика», где мы собираем средства на приобретение медицинской помощи для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий ветеранов. Также у нас проходят разные форумные кампании. Наши волонтеры принимают участие. Это как «Иволга», «Территория смыслов». Елена Клюева вошла в топ-100 волонтеров Нижегородской области и в топ-250 конкурсного проекта «Лидеры Нижегородской области». Высокие результаты показывают и воспитанники Елены. Один из волонтеров Победы получил благодарственное письмо от губернатора региона. Другой активист победил в городском конкурсе в номинации «Волонтер года». К нам дети ходят с улицы, и они еще не знают, чем им заняться. А мы им здесь рассказываем, показываем и даем возможности принимать участие в разных мероприятиях, акциях, проектах. И тем самым они себя находят. Мне нравится в них вкладывать, и я вижу от них уже какую-то такую позитивную энергию. За высокие достижения в своей деятельности Петр Кузнецов и Елена Клюева удостоены быть в числе тех, кто украсит доску почета. 15 фотографий представителей городских организаций появятся на обновленной доске в течение июня. Напомним, что традиционно кандидатуры на доску почета определяются на основании ходатайств городских организаций. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.